Фестиваль стартовал 16 августа. После торжественного открытия прошли показательные выступления команды судей. В состав жюри вошли специалисты высокого уровня, многократные чемпионы городских и всероссийских баттлов и фестивалей. Во второй день состоялись отборочные туры. На главной сцене парка лучшие представители современных молодежных направлений сражались друг с другом в номинациях брейк-данс, рэп, битбокс, хип-хоп, поппинг и локинг. В этом году у нас больше участников, намного больше участников, чем в прошлом. Очень много различных направлений танца, направлений стилей появилось в этом году. Если в прошлом году мы только начинали, то в этом году мы уже совершенствуемся, мы уже добавляем что-то новое, мы уже ищем новых людей. В рамках фестиваля участники обменивались опытом. Профессионалы давали мастер-классы, тем самым создавали условия для дальнейшего творческого роста представителям молодежных культур. Я доволен, что открыли этот фестиваль «Катран». То есть для молодежи это очень хорошо, для тех, кто занимается битбоксом, то есть роком, ну, вам как бы понятно, рэпом. То есть для молодежи это очень хорошо. Начало, показать людям, на что ты готов. Заключительный день фестиваля состоялась церемония награждения и шоу-программы в исполнении победителей фестиваля «Молодежный Катран-2013» и творческого фестиваля «Сочное лето». Все участники получили дипломы и памятные подарки. Фигурки черноморской акулы «Катрана» как символа фестиваля были выполнены мастерами-стеклодувами. Ирина Трусова, Татьяна Нагорская, телекомпания «ФКТ». Спасибо.